Вот что мне нравится, что эти два телевизора, то, что каждый смотрит, что ему нравится. А потом еще, когда смотришь, еще результата нет, то это просто вообще, честно говоря, просто бесит. Вообще такой салатик можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин, хоть три раза в день. Приятный салат этот. Всем доброе утро, мои хорошие. Начинаю новый влог. Сегодня суббота, я собираюсь сейчас к дочке. Что я там буду делать, я еще не знаю, но влог начинаю и что-нибудь подсниму, надеюсь. Я сейчас знаю, что мне нужно будет приехать и приготовить что-нибудь из индейки. Но там вроде бы котлетки попросила дочка. Ну, значит, будем делать котлетки. Беру с собой подарочек, который Денечке приготовила новогодний. Я его, наверное, под елочку поставлю. Хотя, все-таки, он еще маленький, и я думаю, что мама будет ему конфетки выдавать поштучно. Вот эти сладости все, чтобы он сразу все это не накинулся и не съел. Это еще вредно ему пока. Дочка моя с Денечкой сейчас собираются на фотосессию. Вот, и пока их не будет, я уже займусь обедом. В общем-то, я уже кофе попила, в окошко выглянула. На улице погода, в общем, так себе. Там сейчас утром был гололед. Прям такая, знаете, пластинка льда. Но сейчас плюс 7 градусов показывает мой градусник. И я смотрю, уже все это тает. Уже капает водичка с этих труб, с деревьев, со всего. Вот. Ну, и, в общем, надеюсь, что сейчас на гололед не попаду. Ну, тем более, что я поеду на такси. Вообще, я такую погоду не очень-то люблю, потому что я боюсь подскользнуться, когда вот этот такой, знаете, белый, не белый, а вот прямо лед такой, на стил тонкий. Очень скользко. Но, надеюсь, все будет хорошо. В общем, я уже собралась. Осталось только одеться и выходить. И увидимся уже там. Дочка с Денечкой поехали уже на фотосессию. Я тут уже на хозяйстве осталась. Кстати, новый телевизор у нее огроменный. Огроменный, я прям такой не ожидала, что она большой купит. Но ничего, так вот, какой-то фильм там идет. Я сейчас буду готовить. Милочка-кошечка спряталась под стул, сидит, заскучала. Девочки, в общем, беру индийку, стейк грудки. Сейчас я его измельчу в измельчителе и сделаю котлетки. Ну, вот такой вот обед я приготовила. Сделала пюрешечку из индейки, котлетки и помидорчики. Ну, что делать? Придется с картошкой есть. В любом случае, либо какую-то крупу, либо картошку. Ну, я буду есть то, что для всех готовила, то и себе. Пообедала, решила полежать. Пока моих нету, включила подводный мир. Люблю я смотреть подводный мир на большом экране. И очень это интересно. В общем, лежу кайфую. Интересно, что там Деня делает, а? Вот что мне нравится, что эти два телевизора, то, что каждый смотрит, что ему нравится. Деня тут мультики смотрит, сидит себе в подушках, зарылся. А я там кино смотрю. Здорово, никто никому не мешает. Телевизор у нас теперь не на разрыв. Ну, и в маленькой комнате, в детской, там тоже есть маленький телевизор. В общем, каждый смотрит, что хочет. Ну, я смотрю Иви. На Иви нашла вот какую-то сказку. Но Денька предпочел мультфильмы пойти туда смотреть. А мы тут с Милочкой сидим и смотрим телевизор большой. Милке тоже нравится большой телевизор смотреть. А что у нас Деня кушает? Деня кушает у нас пюре и котлетку из индейки, которую бабушка сделала. Вот, ему нравится эта котлетка. Мне это тоже приятно. Уснула она мне, малышка. А я вот тут лежу, смотрю, телевизор. А мой маленький такой. Вот так вот. Носик спрятала. Вот так спряталась. Не хочет сниматься, наверное, да? Всем доброе утро, мои хорошие. Я уже дома. Вчера у меня был День Молчания. Как обычно, в понедельник я отдыхаю. Это уже за правила я взяла. Ничего не снимаю, ничего не говорю, ничего не делаю. Просто отдыхаю. А сегодня я проснулась с новыми силами. И, в общем, первое, что мне хочется сделать, это вот сделать чистку лица, привести себя в порядок. И заодно с вами поболтать. В общем, поболтать хочу о чем? О похудении, о комментариях, о том, о сём. Давайте я буду пока что-то делать. И по ходу буду разговаривать с вами. Так будет интереснее и для пользы дела, чтобы не молчать. Я лицо мицеллярной водичкой протерла уже. И вот я достала вот эти три шага от Фаберлик. Я вот, ну, хотела бы раз в две недели делать, но получается где-то раз в месяц. Но я другими чистками еще пользуюсь. Поэтому вот эту чистку я сейчас сделаю. Вместе с вами поболтаем заодно. Что-то из этих средств у меня уже заканчивается. Нужно будет доказать. Я хочу знать, что у меня заканчивается. Так, первое средство еще есть. Есть, что нанести. Почитала, девочки, ваши комментарии по поводу худеть или не худеть. В общем, комментарии меня порадовали, честно говоря. Потому что, ну, кто-то пишет, вам худеть не обязательно. Ну, не категорически, да. Кто-то пишет, что вам, ну, можно сбросить килограмм пять там, да. Ну, то есть, ваше мнение мне важно. То, что как бы мне не так уж принципиально. Единственное, что, конечно, я люблю старое пальто свое. И что меня сподвигло вообще к похудению. То, что пальто в притык застегивается и наклоняться даже тяжело. Ну, вот это вот меня и сподвигло. Ну, хочу сказать, что что-то у меня последние две недели похудения, можно сказать, на месте стало. Ничего не сбрасывается. Отсюда я сделала какие-то выводы. Во-первых, вывод номер один. Без гимнастики похудение не идет. Я последние две недели, признаюсь вам честно, гимнастику не делала. Все собираюсь, собираюсь. И как-то вот у меня не доходят руки. То, знаете, то никогда-некогда, потом уже нету сил. Легла и все, нету сил. Ну, в общем, как-то так. А без гимнастики что получается? Хоть диету блюди, хоть не блюди, хоть эти БАДы кушай, не кушай. БАДы вообще не работают. Если, вообще, чтобы БАДы работали, нужно и диету соблюдать, и гимнастику делать. Вот такой вывод я сделала. А с другой стороны, если соблюдать уже и диету, и гимнастику, то никакие БАДы не нужны вообще, в принципе. Ну, как бы я взяла их так, да, для, скажем, для эксперимента. Вот вывод я такой сделала. То есть, они так просто сами по себе работать не будут. А без них можно и обойтись прекрасно. Раньше-то я бы ходилась без них, обходилась, все хорошо худела. Вот. Ну, и другой вывод, что, в общем-то, без гимнастики диету блюди, не блюди, что-то ничего не получается. Стоит на месте вес. Я даже вчера, знаете, психанула, пожарила картошку. Я купила накануне селедку. И думаю, ну, раз я тут уже стараюсь, стараюсь, как бы, ни выпечку не ем, сладкое не ем, а похудение не идет. Все стоит на месте. Так я вчера психанула, нажарила картошки, девочки, пожарила и съела картошку. В общем, знаете, раз в месяц, если так вот позволить себе какую-то эту жареную даже картошку или какое-то жирное мясо поесть, я думаю, особо эта погода не сделает. В общем, 10 минут я сейчас держу вот это дело и буду смывать. Время засекла. Вот такие вот дела, да, девочки. Так что, я не знаю, у молодых, конечно, метаболизм работает лучше, и все это происходит лучше, быстрее, легче. Ну, а вот с возрастом, я замечаю, чем старше становлюсь, тем труднее, в общем-то, сбрасывать вес лишний. Ну, я так думаю, не буду, наверное, сильно напрягаться. Тут уже, в общем-то, до Нового года осталось 2 недели, вот. И все-таки хочется каких-то, иногда, там, не знаю, картошечки той самой поесть, да, иногда мясо жареного хочется поесть. Ну, я думаю, что просто, опять-таки, надо это все, чтобы вес хотя бы удержать. Иногда можно позволить себе, ну, я уж, по крайней мере, могу позволить себе иногда вот это вот побаловаться. Потому что сильно, знаете, затянуть, как говорится, пояс, ничего себе не позволять того, чего хочется. Ну, можно действительно впасть в депрессию. А потом еще, когда смотришь, еще результата нету, это просто вообще, честно говоря, просто бесит. И хочется плюнуть на все. Ну, я вот, видите, вчера раз себе позволила, сегодня уже проснулась, думаю, нет. А сегодня я сделаю салатик, сегодня я уже покушаю нормально. Ну, то есть, в общем, надо как-то вот это все аккуратненько соблюдать. То есть, иногда позволить себе, ну, прям совсем уже не мучить себя этими диетами, раз уж так пошло, да. Вот. Ну, а кто худеет вместе со мной, девочки, держитесь. У кого это получается, то хорошо. Если у кого-то это все трудно, то я тоже так могу вам сказать, что иногда можно, допустим, там раз в неделю себя чем-то побаловать. Ну, главное, в меру и не увлекаться очень сильно этим. Вот. Ну, ладно, девочки, я когда смою вот это все, я тогда вернусь к вам. Поговорим дальше. Так, все, девочки, я смыла этот первый шаг, промокнула лицо полотенцем и наносим второй шаг. Я его сейчас прям нанесу на лицо, потом буду его массировать. Второй шаг тоже еще есть, но он тоже заканчивается. Нужно будет заказать еще вот это дело, очень хорошее это дело. В общем, в итоге, что я вам хочу сказать. В канун Нового года худеть очень грустно. Мне почему-то взгрустнулось, потому что, знаете, того нельзя, того нельзя. И от этого падает настроение. Вот как-то вот настроение, это важно, это очень важно. Это самое главное, наверное, в жизни, чтобы было хорошее настроение. Если его нету, нужно тогда покопаться в своей голове и подумать, по какой причине настроения нет. Ну вот я так подумала, подумала. И в общем, в совокупности это все, то, что вес держится на месте, а хочется, чтобы он снизился. И от этого грустно, и от этого настроения нет. То, что не позволяешь себе кушать любимые продукты, любимую еду, тоже от этого настроения нет. Короче говоря, я думаю, что до Нового года нужно немножечко вожи отпустить. И, в общем-то, потом, после Нового года, уже спокойненько, никуда не торопясь, не подгонять, как говорится, знаете, вес под какую-то дату. Ну вот, чтобы это все шло чередом своим таким, знаете, спокойно, непринужденно. Вот такой вывод я сделала. И от этой мысли мне стало легче и светлее на душе. Ой, я не могу. Какие-то вот такие мелочи, они могут настроение опустить, а могут настроение поднять, да. А вообще, в целом, комментарии хорошие, комментарии подбандривающие. Спасибо вам, девочки, кто меня поддерживает. Это все-таки приятно, когда кто-то что-то хорошее желает. Это приятно. Так, ну все, я вроде бы все понатерла. Пойду смывать этот второй шаг. Лицо такое гладенькое, гладенькое стало. Нигде ничего не топорщится. Так приятно. Я люблю, когда вот это после чистки до лица так приятно дотрагиваться. Ну и все, и наносим вот этот вот крем. Это шаг третий. Успокаивающий крем, смягчающий такой. Тоже приятненький, хорошенький такой кремушек. Мне он нравится. Может быть, я кого-то сподвигла сделать то же самое с лицом. Какой-то уход. Может чистка, может маска или еще что-то. Вот, вот теперь мне хорошо. Лицо кайфово, просто вообще прелесть. Ну вот, теперь я довольна собой. Так, посмотрим на голове сейчас, что у меня. Прическа, не прическа. Какой-то бардак. Вот, ладно, ну, причешемся как-нибудь. Все, девочки, теперь я буду делать салатик. Салатик буду делать с крабовыми палочками, свежий огурчик, яйца, кукуруза и вместо майонеза я положу активию йогурт. Сейчас я вам все покажу. В общем, девочки, для салатика я решила взять 4 яйца, немножко вот зелени, укроп, петрушка и лучок зелененький такой у меня есть. Крабовые палочки, свежие огурцы, кукуруза. И вот вместо майонеза, вместо сметаны я положу активию натуральную. Вот, ну, сейчас все это нарежу кубичками и посмотрим, что у нас получится. Я раньше зелень никогда не добавляла в салат, и дочка у меня не добавляла. Но вот классический салат, в нем есть обычно зелень. Вообще, мне этот салатик нравится за то, что он легкий вообще-то. Ну, вот такие варианты разные есть этого салата. Это я посмотрела в интернете. Кто-то туда кладет рис. Но мне кажется, рис он немножечко утяжелит этот салатик. И он будет уже не настолько легким. Поэтому рис я туда ложить не буду. Ну, вот как я делаю, да, так дочка моя делает. Это вот такой салат, который нам, в принципе, нравится. А напишите, что еще, может быть, кто-то туда кладет другое. Ну, я знаю, что огурец тоже не все туда кладут. Кто-то без огурца делает. У меня этот салат, он ассоциируется, знаете, вот с тем, что он такой легкий. Вот он мне кажется легким, когда там есть огурчик. При том, что огурчик туда запах такой придает свежий, весенний. Вот, я сейчас прям сильно мелко не режу, ну, как палочку пополам. Вот такие кубики, потому что я это делаю сейчас для себя. И если бы для гостей, может быть, и помельче нужно было резать. Но, в общем, не в этом суть. Мне главное, чтобы это было мне кушать приятно. Вообще, такой салатик можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин. Хоть три раза в день. Приятный он салат этот. Мне захотелось его сегодня сделать на завтрак, покушать. Поднять себе настроение. Напишите, девочки, в комментариях, какие варианты салата из крабовых палочек вот еще есть. Какие вы делаете, может быть, поделитесь, чтобы это был салатик такой тоже легкий. Ну, как бы для диеты подходящий. Рис, если туда добавить, это уже углеводы добавляются. И он уже будет, ну, не настолько диетическим. Зачем мне лишние углеводы туда добавлять? Я все-таки, как-никак, хоть эта диета, она мне немножко не удается в последнее время. Но я еще пока что держусь, не теряю надежды, руки еще не опускаю. Вот. Ну, ладно, девочки, сейчас я все нарежу и посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вот я все уже понарезала. Добавила сюда йогурт. Баночки йогурта мне одной хватило. Ну, чуть-чуть я еще добавила, чтобы оно было прям пожиже. Немножко питьевого йогурта, тоже натурального. Но никакой сметаны и никакого майонеза тут нет. Пахнет очень вкусно. И вот эта зелень, которую я добавила, она прямо придает очень такой классный аромат. Ну, сейчас я хочу это попробовать. Вместе с вами будем пробовать. В общем, девочки, не хочу томить я душу. Я что-то уже проголодалась. И салат пахнет обалденно. Надо попробовать. Вообще, сочетание свежего йогурта с зеленью, это вот классно. Я вам хочу сказать, замена майонеза на йогурт, в общем-то, особо изменений во вкусе не сделала. В плохую сторону я имею в виду. И вполне, как альтернатива, можно так и кушать. Ну, а сейчас я буду доедать салат. Девочки, с вами я хочу попрощаться. Видео на этом закончить. Напишите в комментариях варианты крабового салата. Какие вы делаете. Что вы туда кладете, что не кладете. Мне будет интересно. Может быть, я что-то возьму на заметочку и попробую. А на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok